всем ребят привет сегодня у меня очередной выход но выход не запланированный приехал я в гости по делам и выпало у меня наверно минут 30-40 свободного времени ну и время сейчас ранее все на работе хочу себе позволить небольшую шалость и походить по улице просто напросто в наглую пройти по дороге дорога здесь у нас грунтовая существовала и в старину все как сейчас есть и сейчас все осталось пройдемся посмотрим кстати прошлое видео было у меня шикарно застала небольшой участок этой дороги и поднял довольно таки интересные монетки редкие можно сказать раритетные если интересно можете посмотреть до этого выпуска там я подымал а копеечку двадцать пятого года сами знаете себестоимость этой монеты также поднял редкую монетку серебряную десять копеек 1921 года все камрады грубо говоря мечтают находить именно эти монеты 21 31 года ну в принципе на этом вступление закончил сразу же ща приступлю к поиску ходить я буду вас макро рейсер пройдусь по тем же местам где с аськой прогулялся может поглубже что-нибудь у нас достанется так что вот такой у меня план на сегодня ну все думаю интересно будет смотрим продолжаем итак ребята первая приятная находка я долго думал что это но это у нас рукоять рукоять от сабли вот так вот сабли здесь было и вот рукоять вот зачетная находка жалко что это всего-навсего крохотная доля это у нас медь такая вот зачетная штука и так ребята хотел бы у вас еще попросите вот такой вот проблеме вот эту находку которую он только что на видео показываю она у меня в руках такая тяжелая знаете и в интернете много всяких вариантов а в частности это возможно от мушкетона или от шашки от сабли не могу понять что это такое и хотел бы узнать от вас данную версию что это такое фоточку покрупнее я конечно же приложу и надеюсь вы мне ответить потому что не знаю что это такое но очень похоже что это рукоять от пистолета старинного или же от шашки фотографии из интернета кое-какие я вам тоже приложу и и возможно специалист среди вас найдется ну спасибо заранее так что буду ждать от вас ответов ладно продолжаем сейчас наверное аську возьму потому что макро рейсер бьет очень глубоко очень далеко такие сигналы которые мне не нужны а потеряшки на дороге валяются всего-навсего на 15 максимум 20 сантиметров так что сейчас может перейду на аську аська катушка маленькая и проще находить сигналы а это приходится копать глубоко и много-много мусора ладно продолжаем не так ребята находка здесь все-таки не дорога в свое время было а дом потому что смотрите какая засыпка засыпки черные горшки а горшки это у нас смотрите черная керамика это царское время был сигнал и выпал такой вот кругляшок очень большой на рост сейчас вместе с вами будем смотреть что это за монета что неизвестно не знаю не знаю ребята но подозрение что это наверное двушка александра царицы полей сейчас почище вам покажу и тогда ребят я не ошибался это у нас капуста две копеечки или же цариц полей 1815 или 16 год вот такая вот монетка выпала из этой ямки аська ничего не видела то есть последний раз когда здесь был я всю дорогу прозвонил аська сигналы от не зацепила но макро рейсов вот с такой большой катушкой уверенно уверенно вытащил такой сигнал ладно продолжаем так ребята поменяла прибор поставил осечку и осечка дает нам плоды выпал вот такая пуговка пуговка орлянка в принципе такой бодренький бодренький орел такая вот пуговка сзади у нас с ушком в принципе зачетно забираем и продолжаем кто бы не говорил но мне аська нравится хоть и есть у меня более дорогой прибор но приходится побольше копать ну и находки у нас есть будем продолжать с аськой смотрим итак ребят находка прям знаете дорога проходит и просто ногой пнул и видно было прям что это что-то эдакое это у нас пуговка якоря жалко конечно утраченная и была она у нас по золоте такой вот именно конкретной пуговки у меня нет коллекции жалко что у нас дефект ладно ладно идем дальше итак ребята аси меня все удивляет и удивляет своими непредсказуемыми выходками сейчас очень был глубокий сигнал очень глубокий даже сомневался копать не копать но находка смотрите чё смотрите чё какой сохран 3 копейки 3 копейки серебром 1872 года вот такая вот монетка здесь вот лежала офигенно в принципе достаточно глубокие ямки удивляет меня аська удивляет зачетно вот такая вот шайба размером я не знаю еще 3 копейки серебром 1842 года так ничего хорошая находка жалко сохранчик не особо но как монета зачетная находка всего идем и смотрим и смотрим всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информации будьте всегда первым при просмотре новых видео будешь первым оповещен о появлении новую выпуску блин ребята находка за находкой аська просто жару дают сейчас такое выпало я даже не знаю что как вам объяснить это и что это какой эпохи относятся даже не могу представить но находка я вас уверяю просто зачетное смотрим смотрите аська показывал очень большой размер смотрите чё смотрите какая фигня офигеть чё это такое непонятно морда в кошачьи или что такое я очень офигел и она внутри пустотилы какую-то чё ты не знаю может не знаю ребят совсем есть такой рисунок классный сейчас немножко почищу и включилась вот такая морда кошачьи смотрим и так ребята находку свою почистил немножко и смотрите какая шикарная находка это просто ручная работа как яйца фаберже раньше делал в бирже а это вот смотрите какая есть смотрите прелесть болен находка всем находкам что это такое непонятно кто знает прошу отписаться не часто такое увидишь обалдеть здесь вот какая-то вот видите лабуда видно это одна из частей что-то было ну не знаю я не могу вообще никакой версии предположить что это такое зачетно продолжаем и так ребята потеря монету 3 копейки серебром и удивительно то что это монета довольно-таки приятно по цене 1842 год и как вы видите с м и е м с м сейчас я вам покажу сколько она у нас по каталогу но по каталогу ребята сейчас я вам покажу как вы видите вот они монетки 42 год и м 16 долларов с пб 44 доллара а наша монетка вы знаете немножко потерянный но факт есть факт с м все продолжаем ну а по находкам ребят у нас получилось вот так вот в принципе сегодня ничего особенного всего копали один час даже меньше того потом у нас были дела по хозяйству так что вот так вот две пуговки одна из них орлянка очень хорошим таком бодром состоянии с ушком другая пуговка была позолочная к сожалению она утратила свой вид ну такая вот зачетная была у меня такая посеребренная есть а это позолочная ну копеечка советская 66 года вот такая вот штука до сих пор не знаю что это такое может быть от ремня может от кортика может быть я даже не знаю от чего может быть такая вот штука у меня она уже вторая именно такая же вот такая штука тоже не знаю что это такое материал медь и не знаю может быть это рукоять от пистолета или что-то в этом роде так вот она бралась в руку и не знаю рукоять от чего-то от чего точно хотел бы от вас узнать может быть такие вот комплекты у кого-нибудь целые были затем по монетам это у нас капуста царицы полей 1815 года в принципе такой средний сохранчик вот такая вот зачетная монетка это у нас три копейки серебром 1842 года и принципе я считаю что дела я свои сделал зачетно плюс вот такие вот находки поднял за час ну и все на этом все сейчас прощаться так что всем удачи и так ребят на этом я все-таки буду заканчивать свой виде коп находки вы все видели сегодня просто знаете необычная такая находка плю пусть даже всего гуляли один часок находок всего-навсего три монетки две царские одна из них очень довольно таки приятная ну и конечно вот такая вот кошара я даже не знаю какой эпохи можно ее отнести металл латунь вот очень такой знаете декоративный дизайн очень красивый тонкая работа и просто напросто я даже не знаю к чему это отнести какой эпохи в общем классные находки радует то что гулял совсем совсем мало а получилось совсем совсем прилично ну на этом ребята и закончу всем пока удачи и вот таких вот интересных находок под катушку удачи и так ребята буду заканчивать свой видео обзор именно непосредственно этой находкой которую я сделал сегодня довольно таки приятной и я не мог оставить ее в покое вот именно таким вот образом и хочу вам показать как выглядит настоящая реликвия и вот именно сейчас я вам показываю кручу верчу и хочу по всей красе ее показать что находку находка непонятная мне вообще никак хотел бы от вас узнать что это такое от чего какой эпохи возможно если кто то есть специалисты и скажет какой год века эпоха в общем все 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 что связано с этой находкой хотел бы узнать от вас я знаю специалисты и среди нас есть очень много присылает хорошего материала который отвечает на многие мои вопросы на мои загадки то есть вместе с вами я хотел бы узнать подробнее о данной находке что это такое вот такая вот необычная форма кошачьей головы не знаю как вам еще ее преподнести но постарался вот таким вот способом ну на этом ребята я и закончу свой видеокоп нестандартно именно дома после того как я его помыл вот немножко привел в порядок и во всех россии я и вам ее продемонстрировал ну на этом и закончу все пишите подписывайтесь всем отвечаю без исключения и удачи почаще вот таких вот находок интересных естественно эта находка у нас в своем будущем отправиться в музей именно в музее краеведческие школьные именно по району потому что все находки которые я понимаю довольно таки интересные а сдаю в те школьные музеи где они были найдены то есть краеведческий музей ну надеюсь вы будете поступать таким же способом как и я и пополнять школьные школьную историю пусть наши детки знают немножко о нашем крае и все прочее ну на этом и все всем пока и удачи а 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